Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания к Коринфянам, пятая глава. Напомню, что это послание посвящено практическим вопросам, которые стали перед Коринфянской церковью. Недавно образовавшаяся община, конечно, не могла так решительно и бесповоротно покончить, порвать со своим прошлым, и поэтому, конечно, эти проблемы, которые обсуждает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, они во многом связаны с рецидивами язычества в коринфской среде. И, собственно говоря, эти проблемы, которые, наверное, они сохраняют свою актуальность, потому что те же ситуации или схожие ситуации подобные, они существуют и, наверное, по сей день. Может быть, не в таком преломлении, не в таком прочтении, не ровно в таких же самых ситуациях, но мы понимаем, что решения, которые предлагают апостол Павел, они сохраняют по своей мотивации, по своей актуальности значение и на сегодняшний день. И поэтому так важно проследить логику аргументации апостола Павла, понять, какие же доводы он находит, какие аргументы для того, чтобы разрешить ту или иную ситуацию, для того, чтобы жизнь коринфской церкви вошла в христианское русло. Итак, пятая глава. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавши такое дело». В среде коринфской церкви был человек, который сожительствовал со своей мачехой. Надо сказать, что такого рода распутство не приветствовалось даже в языческом обществе и не только порицалось, но и даже наказывалось. За него полагалась ссылка на остров, не говоря о том, что такое было вообще невозможно в иудейской среде. Однако оказалось, что коринфская церковь не придала этому факту никакого значения. Возможно, это было вызвано тем, что человек, который вел себя таким образом, занимал какой-то высокий социальный статус, был обеспечен, возможно, каким-то образом участвовал активно в жизни коринфской общине. И не только это могло остановить рядовых членов коринфской церкви от того, чтобы придать этот поступок огласке и отдать ему должную оценку. Апостол Павел говорит еще на духовную причину, по которой эта ситуация не была рассмотрена, она как бы сошла на тормозах. Он говорит, вы возгордились вместо того, чтобы плакать, дабы изъят был из среды ваш, делавший такое дело. Мы уже говорили о ситуации, которая возникла в коринфской среде, в коринфской церкви. Люди очень часто соперничали в ней, превозносились друг перед другом и вообще большое внимание уделяли каким-то своим заслугам. Не случайно апостол Павел в 4 главе пишет, вы присытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. И так вот это чувство самоуверенности, даже самодостаточности, которое обуяло, которое сковало многих членов коринфской церкви, они привело к тому, что, в общем-то, по отношению к другим они не проявляли должной требовательности и внимания. Они были заняты исключительно собой, до других им не оказалось дела. И вот это состояние, это состояние какого-то мнимого превосходства, ощущения того, что они уже достигли многого, так что, как апостол Павел говорит, не нуждаются и в нем тоже, оно привело к таким печальным результатам. И апостол продолжает. «И я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавши такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом силу Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Итак, этот человек, который вел себя неподобающим образом, должен быть исключен из церковной общины. И поскольку Коринфская церковь сама не сделала этого, апостол Павел вынужден делать это за нее. Он говорит, отсутствуя телом, но присутствуя духом в церковном собрании. Итак, решение, которое принимает апостол Павел, оно должно быть оглашено всей общине, когда она соберется вместе. И тем самым вся она должна согласиться с этим решением, принять его. И апостол Павел не хочет это делать каким-то образом в закулисе. Мы знаем впоследствии, что это приведет к некоторым сложностям в отношениях апостола Павла с Коринфской церковью. Об этом уже будет речь при рассмотрении второго послания к Коринфянам. А пока мы должны понимать, что это предание сатане, о котором говорит апостол Павел, который очень напоминает нам библейский рассказ о Иове, который тоже отдается во власть сатане, в измождении плоти. Другими словами, плотской грех, он наказывается таким образом, человек, который исключается из церкви, он лишается тех благодатных возможностей, той помощи, которую он получает от Бога. Но цель этого наказания заключается в том, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. И это замечание апостола не может нас не озадачить. Казалось бы, этот человек уже погиб навсегда. И все-таки апостол Павел выражает не только надежду, но и уверенность в том, что он будет спасен. Дело в том, что связь со Христом для апостола Павла не исчезает. И в первом послании Коринфянам мы с вами найдем и другие места, которые подтверждают то, что апостол Павел, в общем-то, не допускал того, что люди, пришедшие в церковь, смогут погибнуть. Они могут быть наказаны и наказаны в этой будущей жизни, но все-таки в окончательном спасении их апостол Павел не сомневался. Итак, с этого печального момента апостол Павел начинает анализ состояния Коринфской церкви. И, как мы уже с вами говорили, прежде всего он уделяет внимание гордыне некоторых его членов и замечает на это. Нечем вам хвалиться, разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очисти старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску и упорок, а лукавство, но с опрестками чистоты и истины. Возможно, те аргументы, которые приводят апостол Павел, нам могут показаться недостаточно ясными, убедительными, очевидными, потому что здесь он прибегает к некой аллегории. Он сравнивает состояние христианской церкви с тем, как иудеи встречали Пасху, праздник Пасхи. Наверное, многие из вас знают, что накануне Пасхи весь квасной хлеб удалялся, и на протяжении празднования Пасхи, или только пресный хлеб, поскольку когда евреи покидали Египет, они не могли заквасить хлеб, у них не хватало на это время, и поэтому вот этот праздник, он встречался именно с бесквасным хлебом. И в библейской традиции закваска, она всегда является символом какого-то гниения, порочности. Мы знаем, что есть единственное исключение, именно единственное. Это известная всем притча о закваске в 13 главе Евангелия от Матфея. Но в других библейских текстах закваска – это всегда символ именно гниения, какого-то порока, который требует очищения. Вот апостол Павел говорит о том, что действительно мы должны быть бесквасны для того, чтобы праздновать Пасху. И при этом он говорит, вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. А что такое Пасха? Пасха, конечно, это не творожная масса, которую мы привыкли есть на нашем самом большом празднике. Пасха – это пасхальный агнец, который съедался целиком, при том специальным образом, так, чтобы ни одна косточка не была преломана. Для этого необходимо было не менее десяти участников. И апостол Павел здесь приводит аналогию между Христом и пасхальным агнецем. Эта аналогия не является единственной в Новом Завете. Ту же самую аналогию, связь приводит и евангелист Иоанн. Он говорит о Христе, как о пасхальном агнеце, кость которого не будет сокрушена. И кроме того, такое понимание, такое видение смерти Христовой, оно приводит к тому, что он существенно изменяет хронологию событий Страстной Седмицы, и Тайные вечери у него относятся к периоду до Пасхи. За день до Пасхи она совершается, и как раз поэтому смерть Христа, она и приходит на то время, когда в Иерусалимском храме заколались пасхальные агнцы. Я это говорю для того, чтобы признать, что действительно эта аналогия, эта связь, это тождество, оно чрезвычайно важно. Неслучайно уже в начале Евангелия от Иоанна мы слышим, как Иоанн Креститель говорит «се агнец Божий, который берет грехи мира». И затем уже у Голгофа Иоанн Гаслов, автор этого Евангелия, подтверждает действительность того, что сказал некогда Притеча. И тем самым Пасха, которая является самым важным, самым главным праздником не только христианского, некогда иудейского календаря, она прилетает в столь-таки важные очертания, тема исхода, тема избавления, тема искупления. Но здесь что важно? Важно то, что Пасха – это то, что ели. Агнец был предназначен для поедания, он не был жертвой. Никакая из его частей не доставалась, его не клали на жертвенник. Поэтому здесь апостол Павел хочет показать несовместимость греха и участия в Евхаристии. Он подчеркивает именно то, что Христос – это тот, кого едят. И это поедание, это участие в трапезе Христовой, оно несовместимо с тем грехом, на который он указал коринфским христианам. И это для нас тоже очень важный момент. Об нем дальше еще будет говориться в 11 главе, в 10 главе апостол Павел об этом будет говорить. И на самом деле, конечно, эта тема стояла достаточно ярко, значимо и важно для ранней церкви, потому что, конечно, Евхаристия для них было нечто совершенно новое. Раньше ничего похожего, хотя какие-то аналогии можно проводить, в их жизни не было. Вот апостол Павел говорит прежде всего не о том, что человек нарушает какие-то нормы, требования, заповеди. Он указывает именно на несовместимость данного греха с участием в Евхаристии, то есть с наиболее плотным, наиболее активным, наиболее очевидным и ярким общением со Христом. Если человек общается со Христом, и в то же время в жизни его имеет место быть такой очевидный, наглядный грех, одно исключает другое. И, конечно, этот вопрос мы можем переадресовать и себе, и по сей день. Я сказал, что действительно, мы не должны воспринимать послание апостола Павла как только рецидив прошлого. Мы не только пытаемся разобрать, реконструировать какие-то моменты, которые были связаны с жизнью первоначальной церкви. Многое, что мы читаем, оно имеет и продолжение, имеет свою значимость и важность по сей день. И поэтому каждый из нас тоже может задать вопрос. Вот я вкушаю Христа, я причащаюсь, я вроде бы даже каюсь перед этим, пытаясь каким-то образом очистить свою душу, снять с нее напластование греха. Но все-таки, может быть, есть то в моей жизни, что с вкушением Христа оказывается несовместимо, неуместно. И то, что если это повторяется в моей жизни, если я до сих пор не преодолел этот грех, эту страсть, эту наклонность, если мне хватило решимости для того, чтобы это сделать, значит, наверное, нужно сначала совершить этот шаг, а уже потом приступать к чаше. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или с лихаимцами, или хищниками, или заслужителями, иначе надлежало нам выйти из мира». Итак, во-первых, 5.9, мы видим указание, что послание, которое мы называем первым, на самом-то деле первым не является. Апостол Павел уже ранее писал Коринфской церкви. И, собственно, проблема, которую мы с вами обсуждаем, она не является для Коринфской церкви новой. Он уже делал на этом ударение, он напоминал ей об этом. Но мы видим, что тем самым это наставление апостола Павла, оно оказалось невоспринятым, неуслышанным. Это очень часто бывает. Ничего нового в этом лет. Люди часто слышат, но до дела редко, как правило, доходят. Впрочем, апостол Павел говорит очень важное замечание. Он говорит о том, что вообще это не означает, что нужно не общаться с теми людьми, которые, может быть, даже совершают очевидные грехи, но не являются членами церкви, потому что иначе нам нужно было бы выйти из мира. Он не предлагает этого, он не дает такой альтернативы. Мы знаем, что впоследствии в монашестве оно получило свое осуществление, хотя, может быть, окончательного такого разрыва с миром и в монашестве тоже полностью и целиком невозможно. И, тем не менее, он говорит о том, что все равно мы, конечно, вынуждены общаться с самыми разными людьми самой разной жизни. Здесь ничего не поделаешь, этого нельзя избежать. Но я описал вас не сообщаться с теми, кто называется братом, остается блудняком или хаимцем, или двуслужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, или даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Мне внутренних вы судите. Внешних же судит Бог. Итак, изверните из развращенного, из среды вас. Вновь настаивает апостол Павел. Но здесь очень важно, что он делает акцент, он предостерегает членов церкви против суда над внешними. Их будет судить Бог. Действительно, очень часто наша жизнь, она каким-то образом поглощена вот в это осуждение. Мы очень часто, как фарисеи в евангельской притче, обращаем внимание на недостатки, недочетки, падения, грехи других людей. И тем самым, может быть, тешим свое самолюбие, тем самым себя превозносим, ставим выше над другими людьми. Но, конечно, это иллюзия. Иллюзия, против которой как раз апостол Павел и предостерегает. Он говорит о том, чтобы адресаты его послания не занимались бы этим. Чтобы вот эти перечисленные грехи других людей не были бы предметом их внимания и заботы или какого-то не было обсуждения. Потому что человек должен быть занят сам собой. Ибо что мне судить внешних? Говорит апостол Павел. Не внутренних вы судите. В то же время, конечно, христианская жизнь она требует определенных установок. Она требует соблюдения определенных заповедей. И поэтому, конечно, должна ими регулироваться и ими направляться. Вот мы видим на самом-то деле, как нелегко входило в жизнь новообращенных крестьян те новые установки, те требования, которых они раньше не знали и которым они не придавали значения. Это первая ситуация, которую апостол Павел разбирает, может быть, достаточно очевидная и в то же время она показывает именно непростое духовное состояние Коринфской церкви. О том, что это действительно так, мы узнаем с вами и из анализа последующих глав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...